Здравствуйте! Тема моего выступления – история одного домовладения города Арзамаса. История многих провинциальных городов, даже из моего небольшого опыта путешествия по России, порой удивляет туристов своими загадками, а порой разочаровывает своей обыденностью, но никогда не оставляет их равнодушными. На мой взгляд, таковым является Арзамас. Старинный русский город, основанный в середине XVI века на землях, принадлежащих мордовскому племени Эрзи. Но первоначальная страница истории города Арзамаса и по сегодняшний день окутаны тайны. И, к сожалению, разгадать эти тайны ни историки, ни краеведы, ни исследователи до конца так и не могут. И до сих пор остается очень много интересных вопросов, например, таковых, как «Причастен ли к основанию все-таки города нашего великий царь Иван Грозный?» «Имеет ли под собой легенда о двух мордовских братьях, якобы давших свои имена городу Арзамасу?» И когда же был все-таки основан наш город? В середине XVI века, как гласит единственный известный на данный момент официальный исторический источник? Или все же намного раньше, в XIII веке, о чем есть упоминание в книге нашего Арзамасского историка и краеведа Николая Михайловича Щеголькова, которая была издана еще в 1911 году. А ссылается он в своих исследованиях на летопись горожанина Мерлушкина. Важнейшим источником, конечно, по первоначальной истории очень многих городов, поселков является археологическим изысканием. Археологическими изысканиями вокруг города Арзамаса и территории, так называемого Арзамасского края, долгое время занимался Владимир Николаевич Мартьянов. Но его работы в основном проходили в Арзамасском районе и в ближайших районах Ардатовском, Шатковском, Первомайском. Степень археологической изученности самого города Арзамаса, его культурного слоя и сегодня остается довольно-таки слабой. Масштабных археологических раскопок в исторической части города Арзамаса и на сегодняшний день официально не проводилось. Лишь небольшие шурфы закладывались на территории Ленинского садика в Мучном ряду, на улице Карла Маркса. На экране мы с вами видим как раз одну из страниц и зачет Владимира Николаевича Мартьянова о находках, которые были обнаружены на территории сквера имени Ленина. И только с 2015 года археологические работы стали проводиться в исторической части города, на небольших участках земли, которые предназначались под строительство различных объектов, жилых и производственных зданий. И вот в этом самом 2015 году состоялись первые официальные археологические изыскания в пределах города Арзамаса. В июле-сентябре Нижнеоковское историко-археологическое бюро «Артефакт» проводило спасательные археологические раскопки на территории объекта культурного археологического наследия культурный слой города Арзамаса XVI-XVIII веков, на участке под строительство жилого дома по улице Свободы, дом 12. И, собственно говоря, именно эти археологические раскопки в исторической части города Арзамаса и особенно коллекция археологических находок, которая поступила в наш музей с этих археологических раскопок и послужила своеобразным поводом для научно-исследовательской работы по изучению истории этого участка городской земли. В соответствии с постановлением ЗАГС обрания Нижегородской области от 1998 года вся территория культурного слоя города Арзамас является памятником археологии местного значения. Разделена она на две зоны А и Б, и интересующий нас участок городской земли находится в северо-западной части исторического центра города Арзамаса, вблизи границы зоны А. В самом начале улицы Свободы, которая до революции имела название Алексеевская, через дорогу на нечетной стороне улицы располагалась южная часть огороженного Алексеевского новодевичьего монастыря. В Центральном архиве Нижегородской области в результате исследований удалось обнаружить вот такой вот документ. Называется он «Фасад и план на постройку дома штаб Ротмистра Ермолову Н.Н. Улица Алексеевская». Документ на двух листах, не очень большой. Датировался он 25 июля 1852 года. Он содержит, с одной стороны, чертеж генерального плана города Арзамаса с обозначением на нем места под строительство дома, а также вот этот генеральный план мы с вами можем увидеть слева. А с правой стороны мы с вами видим чертеж фасада и план, готовящийся к постройке дома. Место под строительство располагается по улице Алексеевской под номером 304. Это следует из данного документа. Вот здесь крупным планом мы с вами видим этот участок городской земли. Видно, что это улица Алексеевская. Через дорогу мы можем увидеть четыре здания церковного назначения, обозначенные на плане крестиками. Это как раз тот самый Алексеевский новодевичий монастырь. Разрешение на постройку дома просит некто штаб-родмистр Николай Николаевич Ермолов. Больше никаких сведений из этого документа о нем неизвестно. Но, исходя уже из этого, можно предположить, что Ермолов находился на военной службе, потому что штаб-родмистр являлся младшим офицерским чином в некоторых родах войск Российской империи с 1797 по 1917 годы. Документ содержит также чертеж фасада и план дома, который планирует Николай Николаевич Ермолов построить на данном участке городской земли. Дом указан как деревянный на каменном фундаменте. Семь окон по фасаду с мезонином в три окна и балконом, выходящим во двор. Это можно все как раз увидеть вот на данном чертеже. Также мы видим два входа по обеим сторонам дома. Шесть комнат на первом этаже. Два длинных коридора. Две комнаты в мезонине. Общая протяженность дома по фасаду, исходя из масштаба, указанного на этом чертеже, мне удалось посчитать как чуть более 22 метров. Она должна была составлять. Вглубь двора дом уходил на 15 метров. То есть довольно-таки большим был. Строительство дома, как мы видим из записи, указанной в середине документа, было одобрено Нижегородской губернской строительной и дорожной комиссией, рассмотревшей данный проект 25 июля 1852 года и признавшей его как в общем, так и в частном виде вполне удовлетворительным и цели своей соответствующим. Данная запись закреплена внизу подписью вице-губернатора Панова. Про данную комиссию также удалось найти небольшие сведения в фондах учреждений Центрального архива Нижегородской области. Про нее известно, что строительная губернская комиссия была учреждена в 1833 году. В 1949 году она слилась с губернской дорожной комиссией и в ее обязанности входили постройка, переделка, ремонт, надзор за исправным содержанием всех в губернии казенных и общественных губернского ведомства зданий, благоустройство входящих в состав губернии городов, наблюдение за сохранностью зданий древности, устройства и наблюдение за содержанием в исправности дорог, мостов, переправ и всего, что относилось к улучшению губернского сообщения. То есть обязанности у этой комиссии были очень обширны, но у нас, нашего, наверное, документа касается одна обязанность благоустройства входящих в состав губернии городов. Исходя из этого, можно сделать как раз заключение. Почему же она утверждала план строящегося дома в городе Арзамасе? Конечно, был исследован архивный фонд нашего Арзамасского архива и из документов, которые были обнаружены там, стало ясно, что в 1869 году, то есть спустя 17 лет, по адресу улица Алексеевская, 12, нумерация домов, по-видимому, в это время уже поменялась, располагался большой дом, который принадлежал дворянке Александре Гавриловне Ермоловой. Таким образом, уже можно сделать вывод, что дом был построен между 1852 и 1869 годом. Собственником дома была семья Ермоловых, хотя никакого прямого наследства и родственных связей между Николаем Николаевичем Ермоловым, который просил разрешения на строительство дома и владевшей им спустя полтора десятка лет Александре Гавриловне Ермоловной найти, вот пока не удалось, не установили. Но тем не менее, фамилия Ростова, скорее всего, все-таки была, фамилия оставалась. В документе, который датируется как раз 1869 годом, здесь мы с вами видим раскладку налога с недвижимых имуществ по городу Арзамаса, этот домовладение описывается таким образом. Деревянное, одноэтажное, на каменном фундаменте дом, на дворе кухня, два амбара, ледник, погреб, конюшня, каретный сарай, при нем обширное место, на котором растут визья, липы и акации. Относительная стоимость имущества по данному документу составляла 1350 рублей. То есть домовладения были довольно-таки крупные и довольно богатые. Еще в одном документе, который называется «Алфавитный список частных построек разными лицами города Арзамаса с 1872 года, удалось обнаружить следующую запись о том, что дворянской девицей Александрой Гавриловной Ермоловой в Алексеевской улице получено разрешение на перестройку фундамента при доме, по обоим сторонам дома терраса и парадное крыльцо на улицу, на дворе поставить амбар, каретный сарай и заборы по лицу улицы». Кроме данных двух записей, в архиве еще обнаружена была запись о владении дворянской девицы Александрой Гавриловной Ермоловой земель в Иварзамасском уезде. Ей принадлежало село Шадрино, в котором было 218 десятин земли, и село Бритово, 226 десятин земли. В обоих владениях числились господский дом, сад, пашни, лес и луга. В 1897 году, как следует из исторических сведений о городе Арзамасе, изданных в 1911 году Николая Михайловича Галькова, который я уже упоминала, 8 октября состоялось открытие церковно-приходской второклассной женской школы для приготовления учительниц в сельские школы грамоты и церковно-приходские школы. Для этой школы был куплен и приспособлен дом Ермолова вблизь Алексеевской общины. То есть, вероятно, в период с 1872 года по 1897 год произошел переход этого дома от дворянской семьи Ермоловых к Нижегородской епархии. К сожалению, точную дату перехода этого дома пока не удалось установить. В раскладочной ведомости Арзамасской городской управы на 1898 год, то есть следующий, по адресу улицы Алексеевская, 12, значится деревянный дом с надворными строениями, в котором располагается уже Арзамасское уездное отделение Нижегородского епархиального училищного совета. То есть, немного уже другая организация. Про этот совет долгое время я не могла ничего найти, пока не открыла очень интересную книгу, которая называется «Адрес-календарь Нижегородской епархии на 1889 год из фондов нашего Арзамасского историко-художественного музея». Автор этого адреса календаря является Снежницкий. И вот там про этот совет есть очень подробная информация. Совет этот действовал при братстве святого благоверного великого князя Георгия Всеволговича в Нижнем Новгороде с 1884 года и имел своей целью развитие народного образования в епархии на началах православной веры. Для этого предполагалось открытие церковно-приходских школ и училищ, а при них и библиотек. Таким образом, можно предположить, что в Арзамасе действовал свое уездное отделение данного учебного заведения, появившееся, вероятно, ранее 1897 года. То есть, ранее, чем оно было открыто в доме Ермоловых. На чем был сделан этот вывод? Удалось найти информацию о том, что в августе 1895 года, то есть за два года до того, как он переехал в здание Ермоловых по Алексеевскому улицу, исполняющему обязанности председателя Арзамасского уездного отделения Нижегородского епархиального училищного совета, а со следующего года и постоянно действующим председателем, был назначен отец будущего патриарха Московского и всея Руси Сергия Строгородского, протерей Николай Иванович. Семья Строгородских проживала на улице Алексеевской, недалеко от дома Ермоловых, в доме под номером 2. Но почему-то уже через год Николай Иванович, по собственному его прошению, был освобожден от этой должности. К сожалению, в архиве никаких сведений о сделках данным домовладением найти не удалось. И вот точная дата перехода его от Ермоловых к Нижегородской епархии тоже, как я уже сказала. И дальнейшая судьба самого училищного совета пока остается тоже невыясненной. Но, по крайней мере, точно известно, что в 1907-1912 годах, по данным раскладочных домостей из фондов нашего музея, совет еще располагался в этом деревянном доме с надворным строением и флигелем. Стоимость уже этого домовладения на тот момент оценивалась в 1000 рублей. По воспоминаниям местных жителей, которые, кстати, были записаны во время проведения археологических работ на этом участке городской земли, уже в 1920-30-х годах в этом доме располагался странно приимный дом, в котором находили себе кровь монашки из расположенного по соседству и уже закрытого к тому времени Алексеевского женского монастыря. Таким образом, археологические раскопки, которые проводились в 2015 году, историко-археологическим бюро «Артефакт» по адресу улицы Свобода 12 практически точно подтверждают данные, собранные в архивных и музейных фондах. Вот здесь, на этих слайдах, можно увидеть фотографии из научного отчета с этих охранных археологических раскопок. Обнаруженный фундамент дома, датированный концом XIX века, идентичен по расположению площади и плану домовладения по архивным документам, так же, как и нахождение на участках хозяйственных и дворовых построек. Материал, который поступил с археологических раскопок по адресу улицы Свобода 12 в историко-художественный музей, характеризует быт городского населения XVIII-XIX веков. Среди находок фрагменты глиняных, стеклянных, фаянсовых, металлических изделий из новинок, которых не было в фондах музеев до того периода, и это, кстати, совсем не случайно, помадные или косметические или аптечные баночки. Их можно увидеть на слайде в левом верхнем углу. Почему не случайно? Потому что это находки как раз культурных слоев, поздних культурных слоев русских городов, а поскольку археологических раскопок на территории города Арзамаса раньше не проводилось, то и первые археологические раскопки как раз выявили эти предметы, которые и хранятся сегодня в фондах нашего музея. Таким образом, первые довольно крупные археологические изыскания, проводимые на объекте культурный слой города Арзамаса XVI-XVIII веков по адресу город Арзамас, улица Свобода, 12, имели своим результатом не просто пополнение музейного фонда, но и дали начало довольно масштабной научно-исследовательской работе по изучению истории отдельного участка городской земли. Обнаруженные сведения и материалы могут быть использованы в описании и характеристики жизни и быта горожан конца XIX-начала XX века. Все у меня все.